Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». Сегодня мы поговорим о здоровье, наверное, да. У нас сегодня в гостях Евгений Кирюхин, анестезиолог, реаниматолог и Сергей Радимов, хирург, коллапрактолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы недавно вышли в финал конкурса «Молодой врач года-2017». Оба финалисты и почти победители. Вторые места у вас, да? Можно тогда по порядку, зачем вы решили принять участие в этом конкурсе и долго ли вообще готовились, как проходила подготовка и кто организовывал это всё? Конкурс организует «Совет молодых врачей». Он примерно проходит уже 10 лет. Мы смотрели на коллег и решили тоже поучаствовать в этом году с целью саморазвития в первую очередь, показать себя, попробовать свои силы и в дальнейшем уже присутствовать на награждении, так как мы вышли в финал и Сергей, и я. Ну, что это даёт, когда вы уже выходите на сцену, да? Во-первых, какие эмоции? И, может быть, кто-то на вас обратил внимание? Кто там был вообще? Ну, естественно, родители. Да. Вот. Они были очень, ну, как бы, гордились, довольны. Вот. Затем все участники. Вот. Представитель больницы, главные врачи больниц. И уже более высокопоставленные лица, вплоть до губернатора. А как вот, расскажите, проходила подготовка к конкурсу? Что вам необходимо было сделать? Надо ли было снимать какой-то ролик или показывать, как вы работаете? Были ли какие-то судьи там? Ну, конкурс проходил в два этапа. Первый этап был заочный, то есть мы отправляли анкеты как раз в общество молодых врачей. Там мы указывали все свои достижения, все выезды, где обучались, что смотрели, что мы умеем. Ну, хирургические специальности мне давали таблицу оперативной активности, научные статьи, научные работы. То есть все-все-все о себе. Хобби, учитывалось все. И вот эту вот стопку документов, заверенных, разумеется, там нашими руководителями научными, более старшими коллегами, мы отдавали, ее рассматривали. И в таком заочном этапе отбирали трех врачей в каждой специальности. Там хирургической, констатология, геронитология, терапия. Да. И отбирали трех лучших. Потом уже вторым этапом это было очное. То есть собиралась комиссия, которая включала в себя министра здравоохранения, замминистра здравоохранения, многих высокопоставить, министра молодежной политики. Министра молодежной политики. Да. И им уже мы делали краткое резюме о нас, о что мы можем, что мы умеем в виде презентации. Это проходило в библиотеке имени Горького. И они оценивали, скажем так, воочию нас, увидя, что мы из себя представляем. Конечно, волновались мы сильно. На научную практическую деятельность и вне больничную жизнь, так как бы вкратце надо было рассказать. Вот на фоне этих трех критериев они оценивали первое, второе, третье место, присуждали. Но мы не знали до последнего, кто, какое место займет. Я так понимаю, надо было образ врача вообще, образ человека, да, который занимается медициной, да, предоставить жюри. Безусловно, врач не может заниматься только работой, точнее, он должен заниматься, да. То есть это не может быть как хобби. Приходя после работы, мы не можем забывать о том, что происходило в больнице. Мы всегда думаем о своих пациентах, но нельзя это делать постоянно. Должна быть какая-то всё равно отдушка, то есть, например, спорт или семейная жизнь. Ну и как-то каждый рассказывал о своём, о чём-то своём. Сергей, а сколько тебе лет, вот если не секрет? Мне 26 лет. Так, а тебе, Евгений? 29. Ну, то есть там вот примерно такого возраста, да? До 30 лет включительно, конкурс подразумевает. Расскажи, а где вот ты работаешь? Я работаю в больнице скорой медицинской помощи на улице Дзержинского. Собственно, там начал работать и по настоящее время там работаю. Планируешь какой-нибудь деятельностью научной заниматься или занимаешься уже? Честно, пока не планировал, вот. Но я думаю, что надо какую-нибудь методику продвинуть или раскрыть, так скажем. Потому что много есть всяких ходов, которые можно показать. Сергей, расскажи, вот где ты работаешь и какие у вас, может быть, инновации в хирургии, да? В частности, есть, что вот сейчас нового изобрели, чем мы все пользуемся – пациенты, врачи? Ну, я работаю в областной клинической больнице в отделении коллапрактологии. Это хирургическое отделение, оно занимается проблемами с кишечником. То есть пациенты совершенно разные. Существуют, ну, есть маленькие проблемы, которые, ну, решаются там 15-20 минут на операции. Есть и достаточно серьёзные проблемы, когда требуют оперативное лечение где-то в объёме 3-4 часов. Конечно, без передовых технологий здесь делать нечего. Но стоит отметить, что, по крайней мере, в нашей больнице, у нас единственное в городе такое отделение, главный врач идёт нам навстречу и закупает самое современное, самое хорошее оборудование, которое, ну, в принципе, существует. Вот, к примеру, если рассмотреть, лет 5-7 назад, говоря о лапроскопической хирургии, все думали, что это вот, особенно при онкологических заболеваниях, это как бы вот фантастика, это вот только у дел избранных кто-то. Сейчас вот у нас, в частности, в рамках своей диссертационной работы, я исследовал, то есть у нас дельный вес лапроскопических вмешательств сильно продвинулся вперёд. Если раньше это было процентов 15-20, то сейчас это 70%. Это очень высокий уровень, считается. При этом наши результаты, которые мы тоже отслеживаем, они никак не страдают. Просто мы учимся, просто работаем. И руководство больницы даёт нам эти возможности. Оно закупает то оборудование, которое нам необходимо, чтобы делать, ну, благо людям. Как идёт связка, именно как существует связка анестезиолога, реаниматолога, да, и хирурга? Вот всегда ли они общаются между собой перед операцией, во время? О чём вообще могут рассуждать? Вопросы такие, как у нас давление, там, высокое, низкое, насколько глубина наркоза. И ответные вопросы, там, на каком вы этапе, скоро ли зашивать будете, там, какие дальнейшие действия. Ну, а вообще хирург может как-то рекомендовать или хотя бы там спрашивать о том, какая анестезия будет? Ну, да, безусловно, перед операцией хирург и анестезиолог могут пообщаться на эту тему. Хирург может порекомендовать, ну, не то, что порекомендовать, предложить свою версию, да. Анестезиолог, конечно, сам выбирает, но прислушаться всегда нужно, особенно к опытным хирургам, которые много прошли, много сделали. Скажите, а куда тогда шагает анестезия у нас и реанимация в таком случае? Вот вы какие-то новые методики видите в своей работе? Удобно ли вам вообще работать сейчас? В принципе, да, всё удобно. Вот. Хотелось бы немножко развиваться в том плане, что, например, есть такая методика, как блокады различных конечностей. То есть у нас, например, в больнице мы делаем только блокады верхних конечностей. Как бы начали это развивать, в общем, это травматологические операции преимущественно, то есть больной в сознании, но ничего не чувствует. А травматолог работает плечо, предплечье, кисть. Вот. А в той же Москве делают блокады нижних конечностей. Это немножко сложнее, вот. И хотелось бы этому обучиться, потому что у нас этому обучиться негде. А на больных пробовать тоже как-то не очень будет. Вот. И то есть это, ну, как бы верх медицины, верх анестезиологии, так скажем. Евгений, а как же эпидуральная анестезия? Она же вырубает низ как раз человека. Да, эпидуральная анестезия тоже у нас производится. Эта методика достаточно распространена. Особенно сейчас очень удобно и модно, не модно использовать комбинированную анестезию. То есть эпидуральную плюс общий наркоз. Зачем это? Это производится с целью управляемой гипотонии, так называемой, чтобы на операции давление больного было в определенном уровне. То есть на низком уровне. Это помогает как раз хирургам, чтобы не возникло кровотечения в тот или определенный момент. Когда это не нужно. Да, и плюс это дополнительное обезболивание, естественно, после операции больному будет менее больно. Ну а как он и общий, и такая анестезия в спину, и всё. Он как потом отходит вообще? Самые лучшие подходы, которые сейчас есть в медицине, они мультимодальные. То есть это значит, что мы не применяем... Методика мультимодального обезболивания. То есть мы не применяем, ну в принципе даже в медицине, не только в анестезии, в хирургии. То есть мы не применяем один метод для одного пациента. Существует масса методов. Сейчас технологии развились очень серьёзно. Поэтому даже для операции мы можем применить не только, допустим, коагуляцию. Там это электрохирургию, да. Мы можем применить и механическую энергию, да, там сшивающий аппарат. Мы можем применить и ультразвуковую энергию тоже. Мы можем применить аргонно-плазменную коагуляцию. Не стоит использовать какой-то один метод. Точно здесь в анестезии... Это значит, для чего это нужно. Это значит, что вот какой-то метод лучше для какой-то конкретной ситуации. И в этой конкретной ситуации мы используем это. В частности, в анестезиологии эта тема нам тоже близка, поскольку наши операции, они длятся, ну, больше двух, трёх, четырёх часов. И всё это время аниматологи помогают нам, потому что чуть-чуть они отвлеклись, сразу же что-то подкровило, что-то выходит из-под контроля. То есть они так же чутко проводят наркоз, как мы и операцию. А вот расскажите о своих планах вообще, да, что вы в ближайшее время будете делать, или через пять как себя видите, где вы хотите оказаться вообще? Продолжу, наверное, я тему науки, потому что в этом направлении, конечно, и хотелось бы развиваться после кандидатской диссертации, после вот окончания, сейчас аспирантура, как раз я её закончил, я бы хотел бы остаться на кафедре в нашем университете, потому что этот университет я заканчивал, кафедра мне очень близка, кафедра наша обучает не только студентов, она ещё и обучает врачей. То есть каждый врач раз в пять лет должен обучаться, подтверждать свою категорию. Оборудование там классное у вас? Да, именно поэтому на этом оборудовании мы обучаем врачей из разных регионов. Симуляционный центр, по-моему, на 80 миллионов закупили или на 90? Да, да, да. Это позволяет просто увидеть человека, ну, то есть человек, который в своём соку, скажем так, варится в своей больнице, он работает пять лет, он, глаз у него немножко замылился. Он приезжает к нам, мы показываем ему весь спектр того, что сейчас есть, то, чем сейчас можно пользоваться. И уже вот с таким богатым багажом он приезжает к себе и уже как бы приходит к главному врачу и говорит, мне нужно вот то-то и то-то работы, чтобы мы дальше как бы шли в ногу со временем. Вот мне хотелось бы развиваться в таком плане. Класс, как будто за границу съездили они, да? А вы, как вы думаете, клинику свою не хотите открыть, например? Ну, естественно, есть такая мысль, конечно, да. Да, но в данный момент у нас строится новая больница скорой медицинской помощи, вот, очень активно. Обещают в 2019 году её построить, вот, на 540 коек, по-моему, если не ошибаюсь, вот. Будут множество новых отделений, то есть хочется, конечно, там попробовать, посмотреть. Обещают новое оборудование, то есть всё на высшем уровне. Потому что у нас сейчас, конечно, хотелось бы чуть лучше оборудования, тогда и больные будут более довольны всё время. И, как бы, количество смертности в реанимации уменьшится, вот. Собственно, хочется туда, да. А так клинику только за, вот. Открыть клинику можно даже с Сергеем объединиться. Как бы хирург с анестезиологом, вот, пригласим ещё кого-нибудь. Ваше мнение, как сейчас в Рязани идёт развитие, да, медицины? И что бы вот молодому, да, поколению врачей хотелось бы увидеть из аппаратуры, может быть, где-то из других стран, вы знаете, какие-нибудь есть такие вот интересные, аппараты? На самом деле сейчас всё это очень доступно, потому что есть интернет, есть множественные международные форумы, где приезжают, ну, множество врачей, специалистов с разных стран мира. И можно это показать. На эти же конференции приезжают и представители фармакомпаний, они показывают всё это оборудование, всё это есть, всё это доступно. Но основная проблема, которая есть у молодых врачей, то, что в таком богатом количестве информации не всегда понятно, что нужно тебе первостепенно освоить, а что нужно тебе вторично освоить. Как начать работать на этом оборудовании или на другом? Может быть, сначала стоит освоить методику более старую? Ну, здесь у нас есть плюс, вот, совет молодых врачей, который, я организовал вот этот вот конкурс, он, в принципе, и занимается этой деятельностью. То есть он помогает молодым врачам, ну, скажем так, встроиться вот в этот сложный корабль медицины. Потому что чувствуешь себя, конечно, когда приходишь в больницу, такой маленькой-маленькой лодочкой среди больших таких крейсеров, которые уже там такие матерые хирурги, ещё что-то. Ну, а какое, может быть, хотелось бы увидеть у нас оборудование? Есть такое что-нибудь? У нас сейчас строится много больниц хороших. В принципе, ну, наверное, по хирургической части у нас практически весь, в Рязанской области весь спектр хирургии. Ну, может быть, единственная кардиохирургия, не только нет, а весь остальной спектр присутствует в полном объёме. То есть нет смысла ехать куда-то там, как многие говорят, в Германию, в Москву, с какими-то уникальными операциями, потому что, ну, 99% делается здесь. Оборудование позволяет. Ну, хирургическое позволяет точно это делать. Специалисты тоже. Ну, а Вы вообще вдохновлены своей деятельностью? Как у Вас настроение-то? Хотите развиваться, хотите что-то узнавать? Ну, да, конечно. Во-первых, очень нравится работа. Приходишь как бы не то, что отработать и уйти, а помочь людям. Ну, вот не пропадает это чувство, как бы вот уже больше пяти лет. Я желаю Вам удачи, побольше Вам пациентов, побольше хороших операций, успешных, чтобы они Вас благодарили почаще, и Вам тоже здоровья. Спасибо. Спасибо Вам большое. До свидания. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с Вами в эфире или на нашем официальном сайте. город62.tv. До свидания.